Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это забавный способ самовыражения Игры, изменившие не только поп-культуру, но и жизнь тех, кто в ней играл Я без остановки говорю последние 96 часов Она не менее важна, чем музыка и кино, и это новый способ общения Это отличный способ завести знакомство Игра меняет твою жизнь, ты погружаешься в другой мир, и это прекрасно Если ты соприкоснулся с этим таинственным, темным, будоражащим душу миром Он навсегда Останется в твоем сердце Автор сценария Кевин Ли Здесь вы аутсайдер, играющий роль абсолютного аутсайдера Композитор Джон Харви Вдруг появились люди, по-другому воспринимающие понятие ролевая игра Оператор Эндрю Роджер Эта игра подарила людям Совершенно новый способ выражения Это одна из главных тайн поп-культуры 21 века Продюсеры и режиссеры Кевин Ли и Джайл Сандерсон Мир тьмы Ключевой момент в моей жизни День, когда я начал играть в подземелья и драконы Из-за хранителя вы оказались в смертельно опасной ситуации Вы играете в самую феноменальную игру в истории Выбор у вас невелик Сражайтесь или бегите, ударь молнией Можно сказать, я попал в зависимость В 70-е и 80-е самыми успешными были ролевые игры в стиле фэнтези В основном это были вариации в тему властелина колец Отправляешься в путь, убиваешь дракона, получаешь золото, а потом все сначала Игра «Подземелья и драконы» популяризировала этот жанр Подземелья и драконы И скромного увлечения нескольких избранных Превратилась в игру, которая держимы миллионы В 80-е годы настольные игры занимали важное место в культуре Миллионы людей играли целыми днями Это было нечто совершенно новое Игра с качественным сюжетом И люди погружались в ее мир Удивительно, сколько злости можно выплеснуть Просто бросая кубики, чтобы прикончить монстров Ролевые игры дали возможность прожить историю, стать актером Рассказчиком Создать драму Да, я считаю, что ролевая игра — это вид искусства Совершенно уникальный Это уникальный опыт Я начал играть в Подземелья очень рано, в подростковом возрасте У нас была группа игроков, но мы никому не говорили Признавшись, что играешь в Подземелья и драконы Или другие настолки Ты мог нарваться на насмешки Общество не воспринимало ролевые игры Они были в новинку И, например, на юге из-за них могли записать в ботанике Крутые дети не играли в ролевые игры Во время игры мне было гораздо комфортнее Общаться с людьми Я был изгоем Меня дразнили, они приглашали на дни рождения Игра стала моей жизнью Далтон, Алабама Чтобы послушать горячую новинку от Си-93 Эй, а я думал, что Отличие ролевых от других настольных игр И их преимущество в том, что в них есть сюжет, которому нужно следовать Я всегда их слушал Мы это ценим До свидания Спасибо за звонок Вы можете покупать книги с интересным сюжетом А можете писать их сами С самого начала мы создавали свой сюжет Стюарт Вик, основатель издательства и его брат выпускали журнал Он назывался «Белый волк» Первые выпуски были черно-белые, сшитые скрепками Графическими рисунками Словно старшеклассник напечатал их в своем гараже И это недалеко от истины Мы с братом скинулись и купили пачку белой бумаги Я принес ее в школу и попросил разрешения воспользоваться ксероксом в канцелярии Мне сказали «Конечно, Стюарт», и я напечатал свой демонический журнал о ролевых настольных играх на школьном копере Джорджия Сначала наш журнал не покупали Мы напечатали 100 копий первого выпуска «Белого волка» Его не брали, потому что на вид это была макулатура Мы твердо решили, что будем продолжать заниматься журналом Но нужно отнестись к этому делу серьезнее И тогда мы заняли денег у родителей Это дало нам возможность выпускать журнал в цвете «Белый волк» студента колледжа вышел на международный рынок Но настоящую популярность наш журнал приобрел благодаря фестивалю «Джен Кон» Так, где здесь второй этаж? Кто-нибудь знает? «Джен Кон» — старейший в мире фестиваль настольных ролевых игр Для тех, кто выпускает игры, где используются кубики, карты или доска Это настоящий праздник В те дни журналы были единственным источником информации Мы приехали туда совсем тиражом и бесплатно раздавали журналы Всем, кто стоял в очереди А здесь что такое? На «Джен Коне» всегда можно было увидеть первейшие игры, которые станут хитами Игровой фестиваль «Джен Кон» — дай волю воображения На «Джен Коне» 87 я познакомился с Марком Рейнхагеном из «Лайн Рэмпант» И «Арс Маджика» была одной из игр от небольшой фирмы Которая поразила меня от глубины души Это была искусно оформленная, увлекательная игра «Арс Маджика» была феноменальной игрой, получившей все премии Но в то время дела у нас шли неважно Я познакомился со Стюартом И он показался мне настоящим бизнесменом Настоящие профессионалы готовы применить на себя роли Воображаемых героев в воображаемых странах В те дни, когда индустрия только зарождалась И по финансовым причинам «Лайн Рэмпант» и журнал «Белый Волк» решили объединиться Марк решил переехать в Атланту, где жили братья Лик Мы думали, что будем делать то же самое, только лучше «Белый Волк» перебрался в арт-центр «Литл Файппоинтс» Богемный приют противников массовой культуры Чудаков и непризнанных гениев, живших в Атланте И вписался в атмосферу Все работали и жили вместе Спальня была кабинетом У Марка, да В здании царил творческий беспорядок, повсюду канцелярские стикеры Мы жили там вместе, это был сумасшедший дом Итак, наша компания выпустила стильную игру, ставшую в некотором роде успешной И пришло время очередного паломничества на Джен-Кон Мы ехали через Индиану, проезжали город Гэри Я никогда не видел таких городов Он был заброшен, всеми забыт Это всеобщее поздношение было вызвано экономической катастрофой в 70-80-х годах Погубивший множество людей, и это Марк увидел в Гэри Он увидел полное пренебрежение к человечеству Это сделали мы Промышленный пояс США уничтожили, не автопроизводители, а мы Люди Мы это допустили Помню, мы говорили Жуткое место Кто стал бы тут жить? А Марк говорит, вампиры Убейте их И тут я понял Бум И ты Вампир Ты был человеком, тебя кинули, твоя жизнь кончена Мир теперь полон ужасов Что теперь делать? Как в нем выжить? Передайте маме, что я ее люблю Все в машине воскликнули Что? В те времена нельзя было представить вампира в роли главного героя В ролевых играх вампиры были чудовищами, которых нужно было убить А их сокровища украсть В подземельях и драконах вампиры всегда были врагами Сейчас эта идея кажется нормальной и ни у кого не вызывает удивлений Но для того времени это был Сдвиг Сдвиг Обычно на Джен-Коне, а это просто шикарный конвент Я тусовался, я все время там веселился Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Проблемы с доступом к Джой Казино? Знаешь, что вбивать надо? 22. Вбивай Джой Казино 22.com Никаких проблем с доступом. Проблемы с доступом к Джой Казино? Вбивайте Джой Казино 22.com Но на том конвенте я не думал развлекаться. Я сидел и писал, и писал, и писал. Идеи рождались одна за другую. Вампир Маскарад. Андреас Насферато. Играя на стороне зла, я отвлекаюсь от повседневной жизни. Ты открываешь для себя мир лишений и насилия, которых нет в обычной жизни. Ты не подвергаешь себя настоящей опасности, но можешь ее почувствовать. Применив на себя чужую роль, ты начинаешь понимать, что... Чувствуй твой герой, что им движет. С некоторыми товарищами по ролевкам мы дружим много лет. Это опыт, который нас объединяет. Играет музыка Играет музыка Играет музыка как «Пропащие ребята», а также «Новая тьма» и «Голод» — все эти мифы о вампирах 80-х. Также игра выбрала в себя весь спектр популярной вампирской мифологии. В различной эпохе вампиров изображали по-разному. В самых ранних историях, преданиях о вампирах, они предстают не обаятельными искусителями, это чудовище. Лорд Рутвен — красив, харизматичен, но в то же время это хищник на вершине пищевой цепи. Но источником современных представлений о вампирах стал Дракула. Именно там впервые появился образ вампира-соблазнителя, обаятельного вампира, чья жажда крови, не делает его нежеланным гостем в человеческом обществе. Роман Энн Райса «Интервью с вампиром» стал знаковым по ряду причин. Но главное, я считаю, то, что она добавила в историю о вампирах еще больше чувственности. Там появились современные образы, трагических, романтических, проклятых созданий, которым можно посочувствовать, с которыми можно жить. Я решил, что не буду читать Энн Райс, не буду плагиатором. Конечно, я не знал, что фильмы 80-х годов о вампирах, которые я так люблю, лагиат и книг Энн Райс. Весь день спать, всю ночь гулять, быть вампиром весело. Можно сказать, что наш вампир вобрал в себя все существующие мифы о вампирах. Если вы этим увлекаетесь, вступайте в наши ряды, потому что у нас целая вселенная. После возвращения с Джен-Кона, Марк начал работать над нашим вампиром. Стюарт первым выслушал все мои идеи. Его кабинет был напротив моего, а я то и дело бегал к нему. Как тебе такая идея? Так, у нас будут кланы. Это что-то вроде классов персонажей. Только это не классы персонажей. Это что-то вроде общественных групп, но тоже не то. Что-то вроде, но не то. И он сказал, мне нравится, Марк. Одна из самых сильных идей вампиря — идея клана. Забавы с монстрами всегда интересны для аутсайдеров. Но если вы в реальной жизни чем-то отличаетесь от других, гораздо удобнее принадлежать клану или группе и иметь ясную цель. Идея о том, что вместе с персонажем вы принимаете его взгляды, политическое положение и историю рода впервые была выражена столь полной и ярко. Когда я пришел в индустрию настольных игр, лучшими художниками были работавшие над подземельями и драконами. Но динамичным их стиль не назовешь. Была эпоха графики до Тима, а потом наступила эпоха Тима. Это было очень весело. До этого я работал над играми в стиле высокого фэнтези. Классические мечи и магия, громилы в доспехах и драконы, закованные красотки в бикини. «Вампир» — это первая игра, которая меня затянула. Простите за каламбур, но я буквально впился в нее зубами. В тот момент это была самая подходящая для меня тема. Я сразу понял, что нужно делать. Вместо того, чтобы рисовать героев, как принято в комиксах, я решил сделать их похожими на реальных людей. Он передал им фактуру реального мира. Мы начали верить, что это настоящие люди. Я перебрал своих друзей, думал, так, кто подает для этого персонажа, и срисовывал их с друзей. Это моя подружка Шерри Волл, я люблю ее едва ли не больше всех. Это классика, это Тим Шинкл. Это лучший друг Джоэль, долгое время был моим натурщиком. Это мой друг Скотти Уилсон, абсолютная квинтэссенция белого цыгана-вампира Скотт Уилсон. Вместо, скажем, графа, который жил в Румынии 400 лет назад, я столкнулся с другим обществом. И тут же мы подумали, это наши вампиры. Я могу стать таким, пойду в клуб и стану одним из них. Я не понимал, насколько крутыми могут быть вампиры, пока не появились эти рисунки. Я подумал, это новый уровень крутости. Привлечь к работе Тима Брэдстрита это одно из наших лучших решений. Его рисунки — то, что надо. Настоящий готик панк. Они передавали момент, передавали характер персонажа. Они были совершенны. Но забавно, нам не хватило денег на обложку. Мы были намели. Они заказали такую картину. Вампир с кровавой слезой, вертолет на заднем плане, разбитый мотоцикл. Но мне казалось, что это не то. Мне пришла в голову идея сделать фотографию, которая позволила бы людям самим представить, какими могут быть вампиры. Мы сели в его машину, на последние деньги купили букет роз, поехали в магазин, где продавали камни и купили серпентин. Мы сделали этот снимок, и я на 100% уверен, что будь это глупо, это дешевая игра в стиле «Я вампир». Это бы не сработало. Это было время больших перемен. В Америке к власти пришла старая гвардия, республиканцев, порла берлинская стена, в музыке происходила революция, глэм-метал в 80-х уступил место панк-року Сиэтла. В начале 90-х многим хотелось перемен. Нужен был темный голос, и люди с темными голосами появились. «Вампир» — самый темный страх человечества уже на Земле. Кем стал ты? Мы впервые услышали об игре в 90-м году, когда вышла первая реклама. Черный лист с белой надписью «Вампир». Взяв в руки вампир-маскарад, я понял, что не видел ничего подобного. Зеленая обложка с красной розой — это бесподобно, я должен был ее купить. «Вампиры», «Готика» и «Панк». Конечно, это отличало нашу ролевую игру от всех, что выходили ранее. Здесь вы — аутсайдер, играющий роль абсолютного аутсайдера. Эта игра изменила нашу жизнь. Это была не столько игра в «Вампира», сколько превращение в «Вампира». Вы не просто читаете роман об антигерое. Его моральные противоречия и сомнения теперь ваши. Я слышу, как бьется ее сердце. Мой разум кричит от жажды. Сейчас. Неожиданно, люди, прежде не увлекающиеся ролевыми играми или культурой гиков, начали проявлять интерес. Помню, после выхода первого «Вампира» я работал в магазине игр. Туда непрерывным потоком шли дети-готы. И это было странно, потому что ничего другого они не покупали, ни с кем не общались. Они покупали игры «Белого волка» и уходили. Они хотели поделиться с нами тем, что мы любили. Это была новая сенсация для крутых, или считавших себя крутыми. Я росла далеко. Не в самом лучшем районе Америки. У меня почти не было друзей. И все свободное время посвящало чтению или рисованию. И когда я наконец познакомилась с людьми, которые в это играли, я словно окунулась в другую жизнь, потому что у меня вдруг появились друзья, разделявшие мои странные идеи. Я смотрела на эти книги, разглядывала каждую деталь строгих, черно-белых, прекрасных рисунков, каждую линию, и была очарована. Словно мое воображение сражено на повал этими рисунками. Это не какая-то механическая система. Вы с другими героями получаете возможность сообща создавать целую Вселенную. Вампир. Маскарад. Достоинство вампира — оформление. Система кланов — герои-монстры. Но революционно эту игру делает смещение акцентов, от правил и кубиков к повествованию. Сюжет вампира строился не так, как в других ролевых играх. Игра была оформлена по-другому, читалась по-другому. Дело не сводилось под счетом очков и правилам, как убивать монстров. Или как вести погоню. Это была настоящая революция. Вампир вышел в то время, когда были в почете игры вроде «Роллмастер». Они содержали сотни страниц правил, которые нужно было изучить. Мы начинали понимать, что самое главное в игре — это диалог. Не вопросы, можно прыгнуть на здание или бросить кубик. Это теряло смысл. Литература ужасов очень популярна, потому что в ней затрагивается множество серьезных морально-этических проблем человечества. Вопрос, кого считать людьми. «Ролевые игры» — прекрасный способ изучить некоторые модели отношений. Ты сражаешься не с внешней силой, которую можно убить мечом или огненным шаром. Конфликт происходит внутри тебя, что делает игру более психологической. Это не очень захватывающее зрелище, если играть за столом, пользуясь только ручкой и бумагой. Игра идет в воображаемом пространстве, где находятся игроки. А значит, ты ничего не поймешь, пока не вступишь в игру. Все происходит в сознании. СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Это голова Марка Рейнхагена. Покажи-ка ее. Повернись, покажи ее со всех сторон. Все, что происходит. На Джен-Коне игра произвела фуру. Настоящий хаос. Я подошел к стенду Белого Волка и спросил, ну как? Они отвечают, дурдом. Это был сумасшедший дом. Белый Волк рос очень быстро. Они буквально за одну ночь из крохотной фирмы превратились в сверхприбыльную компанию. Интерес к игре был просто невероятный. Мы прошли путь от маленького стада во дворе до огромного стадского комплекса. Вампир мгновенно покорил индустрию. И мы стали известны как организаторы безумных вечеринок. Тусовки в стиле готик-панк в Атланте были необычайно популярны. Мы каждую ночь гуляли, были в клубах, где собирались готы. Их стиль влиял на игру, и нельзя было отделить ее от клубной культуры и моды. Различные виды субкультур смешивались, сливаясь в один прекрасный стиль готик-панк, который, в свою очередь, начал распространяться повсеместно. Мало кому известная субкультура вдруг обрела популярность в визуальную эстетику. Бесспорно, на тысячи людей повлияли классические изображения вампиров. Ты можешь стать таким. Раз есть вампиры, нужны оборотни. Да, и мы поставили перед собой цель. Вот игры, которые мы хотим создавать. И мы их создадим. Да, мы их создаем. Мы создавали настоящий мир тьмы. И в этом мире тьмы вампиры существуют бок о бок с оборотнями, магами и остаточными явлениями призраков. Оборотень, апокалипсис. Маги, восхождение. Были и другие игры, где различные сверхъестественные существа контактировали друг с другом, но во вселенной миры тьмы их общественные структуры переплетаются и часто мешают друг другу. Я считаю, что в этом главное отличие мира тьмы. В то же время появились правила для живой ролевой игры «Вампир маскарад». Набор для первой ролевой игры живого действия «Маскарад» вышел в большом бокс-сете. До этого наборы «Поридж» не выпускались. Как только у нас появлялся продукт на полке рядом с настольной игрой, и он тут же становился хитом продаж. В «Ридждон» реальной игре живого действия участник является воплощением героя. Часто одевается как герой и старается наиболее точно передать его действиям. «Риджд» существовали и раньше, но наша игра их популяризировала, так же, как «Звездные войны» популяризировали кинофантастику. И вдруг вместо 5-6 человек, игравших за столом, появились десятки и сотни людей, собиравшихся в парках, на кампусах и в ночных клубах. Это больше напоминало вечеринку. До «Вампира» ролевые игры выглядели примерно так. «Толпы с пластмассовыми мечами бегают и дерутся в поле или в лесу». «Вампир» же больше напоминал социальную драму. Вдруг появились люди, которые по-другому воспринимали понятие «ролевая игра». «На всех нас охотятся, потому что мы один народ». «Изменился тип участников таких мероприятий». «Успокойся!» «Это не обычные игроки, это актеры. Они заботятся о повествовании. В сюжете, драме им нужна глубина». «Часто люди поражаются тому, как сильной страсти в ролевой игре... «Ты превратил меня в чудовище!» «Они создают сюжет в процессе игры, когда произносят реплики и даже когда молчат. Это трудная, но увлекательная работа. Ты создал этот мир и ненадолго сделал это реальным». «Дом клана Камарилья». «Как-то я решил поиграть в вампира и спросил друзей, а что если на основе мира вампира создать настоящую организацию?» Так появилось наше сообщество. «Фан-клуб Камарилья» имел исключительное значение. «Белый Волк» — одна из первых игровых компаний, у которой появился фан-клуб, ставший популярным и показавший, какие классные у нас игры. «Вампир» — это уникальный случай. У «Подземелий драконов» не было крупных сообществ. Но когда вышел «Вампир», когда появилась живая ролевая игра, в клуб стали вступать люди из других городов. «Мы стали доступным пунктом пропуска для тех, кто хотел попасть в мир тьмы. Друзья говорили, «Мы идем играть, пойдем с нами, скажешь, как тебе». Эти люди страстно увлекались игрой и заражали своей страстью других. А это помогало клубу развиваться. Он так быстро развивался, что мы не успевали следить за его ростом. Чет пошел не на города, а на континенты. Панк-клуб «Камарилья» регулярно организовывал игры. В Европе миллионы членов клуба. Вампир больше, чем игра, он превратился в общество. Общество, открывшее двери людям с различными идеями, которых объединял общий интерес. Что мне нравилось в «Вампирах», им не важно, какого вы пола, какого цвета ваша кожа, какой национальности и культуре вы принадлежите. Вы – вампир. Я читал книги по мотивам подземелья и драконов, и там не было черных. Мир тьмы не такой. Что мне нравится в игре «Вампир Маскарад», там царили принципы равенства. Я попал в общество, где меня приняли таким, какой я есть, и дали стать тем, кем я хочу быть. Тенебра. Ла Сомбра. Я всегда, чувствовал себя лишним. Я играл в «Подземелье и драконы» и так далее. И в 93-м друг приобщил меня к вампиру. Года два спустя мы стали участвовать в живых ролевых играх и стали первой группой вампиров «Камарильи» в Сан-Диего. Со многими из теперешних друзей я познакомился играя в «Вампира». Мне нравится наряжаться монстром. Так я чувствую себя увереннее. Среди них я могу быть самим собой, и это настоящий я. я понял, что эти друзья мне ближе, чем родные, что я с ними счастливее. Вот он, автобус «Белого Волка». Посмотрите, что внутри. Ой, страшно. Честно говоря, на любом конвенте, куда мы приезжали, за играми к стенду «Белого Волка» подходили фанаты, которые были совершенно не похожи на других. Устанавливают стенд. Знаете, что на конвенте РПГ говорят о магии и сражающихся рыцарях, а в «Мире Тьмы» ничего этого нет. Ролевые игры — это клуб для мальчиков. «Вампир Маскарад» не был клубом для мальчиков. Ко мне по сей день подходят со словами. Я помню тот Джен Кон после выхода. «Вашего вампира». Внезапно там были девчонки. Игра привлекала девушек, потому что в ней были истории, персонажи и взаимоотношения. Они приезжали на конвент и подходили только к нашему стенду. Было невероятно, что половина нашей аудитории женщины — это было немыслимо для индустрии. «Это был большой бизнес, серьезный конкурент подземелья и драконов. У них был этот глупый мультфильм из 80-х. И неожиданно мы попали в «Прайм Тайм». Шли в сетки сразу после секретных материалов. Мне позвонил тот парень и сказал, «Я из агентства талантов развлечений, мы занимаемся всем, что происходит в Голливуде». И я пригласил Марка в офис и сказал, «Эй, Марк, как думаешь, что нам со всем этим делать?» И он начинает бегать и кричать по офису. АТР позвонил, они позвонили, они позвонили. Вот как клон Бруджа поступит со всеми гангрелами. Штука в том, что это было шоу Аарона Спеллинга, и он все время был безумно популярным. Гангрелы ошиваются рядом с Бруджа. Не то бы выбрали место. Марк отправился на западное побережье для сделки со Спеллингом. Я всячески пытался сделать так, чтобы шоу оказалось не таким плохим, как Спеллинг его сделал бы. Александра. Но он влезал во все вопросы, и в итоге он все испортил. Александра. Это все еще были вампиры маскарад. Принстон, образы, все было на месте. Но шоу было плохим, я даже не смог посмотреть все эпизоды. В то время одной из самых больших проблем, с которыми сталкивался Белый Волк, был парень по имени Род Феррелл. Ранишь себя, отдаешь им выпить. Это течет по их венам несколько мгновений, и тогда твоя кровь портится. Он убивал людей так, как делают это пультисты. Обвинитель хочет добиться смертельного приговора для Рода Феррелла. И мы такие, дерьмо, нам конец. Тот факт, что это была целая вампирская субкультура людей, которые хотели во всех мелочах соответствовать вампирскому образу, вызывал переполох. Церковь выступала против нас, политики выступали против нас. Это был абсурд. Обвинения от правительства и СМИ были абсурдными. Жанр ужасов всегда был проблемой для религиозных групп. Чудовища не вписываются в мировоззрение этих людей. Они не созданы Богом. Бог не создал оборотней и вампиров. И это по-настоящему беспокоило людей. За убийство Ричарда Венделла вы приговорены к смертной казни. Мы с ним никак не были связаны. Он даже в наши игры не играл. В тот момент было множество трений между командой разработчиков в Атланте и Марком. Марк уехал в Калифорнию, чтобы открыть Белый Волк Запад. Он регулярно вступал в споры с менеджером, настроенным на классические бизнес-практики. Они считали, что офис на Западном побережье лишь тратит деньги и совсем ничего не приносит. Мне запомнилось, как я только что вернулся из отличной поездки в Германию. Сразу с самолета поехал в офис. Никто не был в курсе, как сильно я устал и как мало спал. И все там на меня смотрели, будто я какой-то ублюдок. конец 90-х. В конец 90-х вся индустрия настольных игр претерпела фундаментальные изменения. Все издательские дома переживали не лучшие времена из-за прихода цифровой эпохи. Это довело нашего конкурента, TSR, которому принадлежали подземелья и дракона, до банкротства. Да и нас чуть не довело. У нас были увольнения. Было тяжело. В такой тяжелый момент для компании содержать офис на западном побережье стало еще сложнее. Я не думал, что кто-то захочет избавляться от создателя. Но, знаешь, я не думал, что вся компания захочет от него избавиться. Дерьмово мне от этого было. Не люблю вспоминать. Я всегда везде был чужим. Никто меня нигде не любил. Но это все равно сильно по мне ударило. «Белый Волк» испытывал большие проблемы. Ирония в том, что вампирская тематика в поп-культуре как раз набирала обороты. Баффи от заката до рассвета на многое повлиял мир тьмы. Одна из величайших нерассказанных историй начала 21 века в поп-культуре это как сильно повлиял мир тьмы на популяризацию вампирской тематики. «Просыпайся!» «Твой мир лишь верхушка айсберга. Под ним скрыт другой настоящий». «Блейд» вышел в 98-м и он, по сути, был основан на вампире. «Блейд» по сути вампиры-маскарад на стероидах. «Блейд» «Трейлер» был, ну, очень крутый. Очень ждал выхода фильма. «Вот он, попался, бей, сукина сына». Я как раз смотрел фильм, он тут же такой «Подожди-ка». «Подожди-ка!» Что-то мне это напоминает. Понимаешь, речь про ту сцену, где он замирает и делает жест мечом. Это вот «Блейд». «По сути, это та же самая поза, что рисовал я». Пару лет спустя, я поговорил со сценаристом первого фильма. Он сидит такой и говорит, «Знаешь, по поводу первого «Блейда», мы вдохновлялись твоими работами». Я такой, «Ты шутишь?» «Рето?» И он такой, «Да, да, у нас были твои работы. Вампир, арт-буки, все это». И я такой, «То есть вы просто использовали мой материал и мне не заплатили?» И он такой, «Ой». «Блейд» как персонаж существовал, конечно, еще до «Вампира», но стал выглядеть крутым, только как снял дурацкую одежду. Да, я очки зеленые выбросил. Об этом я и говорю. Потом мне как-то позвонил «Гильермо Дель Торо». Я такой, «Тот самый Гильермо?» Он такой, «Ага». И говорит, «Слушай, мы теперь вместе работаем». Я в смысле, «Почему?» Он продолжает, «Я снимаю «Блейд 2». Я такой, «О, серьезно?» И он говорит, «Теперь тебе точно заплатят, поверь мне». «Ха!» «Гильермо Дель Торо». Скажем так, я думаю, что «Белый Волк» вступил в войну со своим фан-клубом по всем фронтам. «Белый Волк» это как рок-н-ролльная контракультурная тусовка вдруг превратилась в юриста в костюмах, выступающая с делом против фанатов. Когда это все произошло, сообщество раздробилось. «Белый Волк» тогда выиграли в этом деле, но потеряли поддержку людей. Это был конец той комарильи, которую мы знали. Многих это очень огорчило. Последовали падения продаж. Люди просто уходили от нас. И видео покупали продажи. Друзья, которые владели этим магазином, говорили, не торгуем больше вампиром. Мы привыкли продавать десятки тысяч копий, а теперь продаем тысячи. Мы знали, что сделала игру такой популярной в 90-х. Мы знали, что у ролевых игр были проблемы. Но нас интересовало другое. Дело было в ролевых играх или все-таки в нас. Это была проблема продукта или рынка? К тому моменту у нас уже было несколько сотен книг о вампире Маскарад. Мы рассказали об огромном количестве тем. В итоге остались мелкие, которые касаются небольших групп людей. мы создали так много всего. Мир стал богатым, таким продуманным. Порог вхождения становился все выше для новичков. мы подумали, что нужно начинать заново и пришли к определенному выводу. Нужно показать то, о чем мы говорили с самого начала. Гиенну светит черное солнце, светит кровавая луна, скоро настанет гиенна. Начиная с 91-го мы говорили в книгах, что древние вампиры пробудятся, они будут голодны. Они фундаментально изменят. Что значит быть вампиром? И мир станет холодным. И нечистые твари полезут из-под земли, и начнутся великие бури. Грозы зажгут огонь. Тела животных начнут гнить. Мы назвали это гиенной вампирским апокалипсисом. Вы узнаете, что пришли последние времена. Гиена грядет. коллеги по рынку говорили «Парни, это радикально». Безумие. Вы с ума сошли. Вы берете один из самых популярных продуктов на рынке и просто сворачиваете твари. Рэйчел Равнес Когда я начинала играть в мир тьмы, моя мама серьезно заболела. Мне было очень тяжело. Я не могла, да и не хотела это обсуждать с людьми вокруг. Поэтому играть персонажа, который мог делать то, что я не могла, было отличным способом избавиться от эмоционального напряжения. Могла направить его в нужное русло. Первый раз я пошла навстречу в самом простом костюме. Ничего особенного. Зашла внутрь, увидела людей. Проблемы с доступом к Джой Казино? Знаешь, что вбивать надо? Не знаю, что... Джойказино22.com Джойказино Вбивайте Джойказино22.com Да. И никаких проблем с доступом. Проблемы с доступом к Джойказино. Вбивайте Джойказино22.com Они вовлечены и делают всякие штуки. Сначала я стушевалась и чуть не ушла, но вернулась. Я ничего толком не говорила полчаса. Потом люди сами начали со мной говорить, а я начала играть роль. И как-то так само собой вышло, что я влилась во все это. Внутри я ликовала. Это было круто, волнительно и немного страшно. Довольно трудно играть, да и требует много социальных навыков. Я научилась многому о том, что я могу делать как человек, как личность, играя разные роли. Я стала сильно лучше понимать людей. Мир тьмы и ролевое сообщество очень дружны. В этом всем мне особенно нравятся классные истории. Которые рассказывают люди. Сама война стала гораздо опаснее. Появилось новое оружие. Среди всех проблем издательства, битвы в легальном поле нужны были меньше всего. Да кто вы такие? Ты оказался в войне, которая бушует почти тысячу лет. Угромная вражда между вампирами и ликанами. Оборотнями. Когда я увидел другой мир, я подумал, что они делают в этом фильме вместе с белым волком. Вот так сильно они похожи. Они, по сути, сделали фильм по миру тьмы, чуть ли не в точности. Цепь ни разу не была разорвана за все 14 веков. С тех пор, как мы древние погрузились в сон. Другой мир был как раз тем случаем, когда чувствовалось, что авторы нас в наглую копировали. Ах да. Ликаны. Другой мир — это неглубокая версия Маскарадо. Вся тема вампиров против оборотней пошла из мира тьмы. Мы все-таки подали на них в суд, и в итоге заключили мировое соглашение. Фильмы они смогли снимать дальше. Это был первый случай, когда нас поставили в известность. Все остальное время нас просто копировали. 2006-2008 вышли сумерки. Стартовал цикл «Вампирские тайны» Шарли и Харрис. Все это, очевидно, было вдохновлено миром тьмы. Я думаю, величайшим плагиатом вампира Маскарад является настоящая кровь. Любой, кто видел первый сезон настоящей крови, думал одно и то же, если знали о вампире. Это что? Новое шоу по вампиру? У Белого Волка новое шоу? Первым вампиром был Каин. Быть вампиром значит нести его метку. Это божьи Харрис за первородное зло. В настоящей крови даже говорили про Каина, первого вампира. Это же определяющий момент мира тьмы. Ваше Величество, вы позволили оборотнем он тащить меня. У них в городах были короли, у нас принцы. У них были шерифы, у нас тоже были шерифы. Билл утащил вампира, а может и человек. Мой долг, как шериф, обязывает меня найти его. В какой-то момент они даже перестали прикидываться, что они нас копируют. Вампир Реквием В 2004-м мы перезапустили мир тьмы. Его игроки начали называть новым миром тьмы. Это уже был не вампир Маскарад, это был вампир Реквием. Его очень ждали, все хотели наконец узнать, что мы придумали. Я был рад увидеть, как преобразили мир, в который я влюбился. Когда книга попала мне в руки, я начал ее листать и понял, что она мне не нравится. Реквием Выносил на первый план истории о жажде, вносил больше правил. Вампир стал больше похож на обычную игру с правилами, не на ролевую игру с упором на истории. Это было непривычно людям, Тим Брэдстрит не занимался артом. Арт начал напоминать комиксы. Если вы присмотритесь к Реквиему, то заметите ключевое отличие. В нем можно играть на победу? Когда Реквием только вышел, все ролевое сообщество такое... Что это? Для меня Реквием был просто очередной ролевой игрой. Я люблю ролевые игры, но он не нашел во мне такого отклика, как Маскарад. На старте продаж Реквиема мы продали больше книг, чем когда-либо. 100 тысяч копий в 2004 году в индустрии ролевых игр это все равно, что чудо господне. Просто невероятно. Хоть они и продали много книг правил. Говорит о многом то, что они продали мало книг о персонажах. Новая игра от Белого Волка. Кто же такой не купит? Все купили. Но после первой книги продажи резко упали. И я подумала, что не совершил ли Белый Волк самоубийство. Как можно поступить в такой ситуации? У нас есть фанаты, которые любят традиционный мир тьмы, но и не покупают новую игру. То есть вы выпустили новую версию, старая никому не нужна. Новая глава в ролевых играх. Вампир. Маскарад. Родословные. Одна из причин, почему у нас не складывалось с новым поколением игроков, это то, что они просто не были частью нашего рынка. Они нашли новый рынок. Издательство книг умирало. Рынок быстро становился цифровым. И мы очень хотели адаптироваться. Родословные четко уловили суть нашей игры. И это была экшн-игра. Это был новый, доселе невиданный способ погрузиться в уже знакомый мир. Родословные выпустила Activision. И мы все думали о потенциале игры. В итоге мы пришли к выводу, что нам нужна собственная игровая студия. Тогда-то возникла идея СССР. Ева Онлайн, СССР Геймс. Смысл Ева в том, что у нас есть единый мир с едиными правилами и, по сути, игру создают сами игроки. Не говори мне, что у тебя за добыча. Я не хочу пока это знать. Это игра о взаимодействии игроков. Заткнись. Ева — это массовая многопользовательская игра. Ты заходишь в игру, попадаешь на сервер и начинаешь тут же играть с кучей других людей. Они идеально нам подходили. Вся их работа вращалась в историях, которые создавали сами игроки. Это был именно тот подход, который был нам нужен. В первый раз я встретил Хилмора в Е3-2006. В какой-то момент он просто говорит. Все говорят, что нам стоило бы объединиться и работать вместе, но это не так. Объединить Кока-Колу с Кока-Колой. Ты как чизбургер. Мы будем отлично сочетаться. Это странная студия из Исландии, и она делает странную космическую игру. Они стали, так сказать, светом в конце тоннеля. Мол, они придут, всех спасут, порядок не ведут, и дела в гору пойдут. Станет лучше, чем когда-либо. Всем обязаны этому парню. Для меня это было важно. Я всегда был фанатом мира тьмы. Я был очень заинтересован помочь с многими вещами, которые у Белого Волка были проблемой. Весь процесс слияния занял всего четыре месяца. Ощущалось, как будто мы пили из пожарного шланга исландскую водку. Все харккорные фанаты такие. Ну что, где новинки? Берите наши деньги. Но ничего не происходит. И это бесило. В тот момент сообщество Белого Волка находилось в Раздрайе. Они потеряли в нас веру. Дело в нарушенных обещаниях. Так что мы подумали, не собрать ли нам их всех вместе. Где-то полторы тысячи фанатов из разных фан-клубов в одной комнате. Таков был план. Спасибо. У нас кое-что есть для вас, ребята. Это призвано воплотить настроение и тон мира тьмы. Мы будем делиться с вами подробностями. Ты мне не поверишь. Да и я не должна рассказывать. Некоторые секреты стоит уносить с собой в могилу. Они везде. Они управляют всем. Они всегда были здесь. Вели свои тайные войны. Главный вопрос. Какую версию мира тьмы они взяли за основу? Мы работали над этим втайне уже три года. И работы впереди еще много. Поэтому я хочу объявить то, о чем вы спекулировали уже долгое время. Я хочу назвать версию мира тьмы, на которой основана игра. И это... Вампир Маскарад. Ощущение было, будто мы на рок-концерте. В этот момент я осознал, что, блин, они пошли ва-банк. Мир тьмы возвращается. Когда они все рассказали, я почувствовала, что игры снова мне интересны. Это был самый настоящий вау-момент. Мы возвращаемся к корням, собираемся потратить миллионы долларов на франшизу, которые вы любите. Это было круто и пугающе одновременно. Мы будто катаж испознали. Мы хотели дать возможность погрузить в живой мир цифровой мир. И это должно было быть круто. Это было круто. Все были в восторге. Старые обиды, будто бы сразу забылись. Мы объявили, что выпускаем книгу на 20-летний юбилей. Тим Брэдстрит вернется, чтобы нарисовать арт к ней. Это своего рода для меня было возвращение к моей бывшей. Мы вновь вернулись к друг другу спустя долгое время. Было здорово. Люди снова заполучили эту книгу, какую они хотели и какие получали раньше. Делились историями и воссоединялись со старыми друзьями. Несмотря на то, что традиционные ролевые игры были куда менее популярны, нежели в 90-е, фанаты все равно продолжали играть. И популярность ролевого отыгрыша по всему миру никуда не пропала. Игра была особенной. Она была выше простого удовольствия и эскапизма. Что особенного в такой ролевой игре? Смысл вовлеченности, понимание конечной цели. Персонажи постоянно взаимодействуют между собой, и это довольно круто. Рассказывание истории и это валюта в человеческом общении. И это как раз таки сердце ролевых игр. Даже если вы не знаете, что мы ролевики, вы все равно часть этого движения. Все это может сильно изменить игрока. Ты так вовлечен в игру, что можешь забыть о каком-то своем недостатке. У тебя нет навыка вести за собой, но ты это делаешь. И после этого ты ловишь себя на мысли, я что, вел за собой кого-то? Ты это сделал? Ты смог это сделать? И никто этого у тебя не отнимет. Делать видеоигры тяжело. По-настоящему сложно. ММО просто чудовищно сложно, элементарно из-за сложности игровых систем. Эти системы столь большие и сложные, а игроков еще нужно свести между собой. Мы это знали, но у нас есть мантра, что хоть все и будет сложно, но нет ничего невозможного. Мы такие задачки, иди на завтрак. Мы справились с Евой, справимся и с этим. В ММО креативный директор хотел дать возможность игрокам выражать себя визуально, и идея была дать возможность игрокам носить, что они хотят. Они могут сами создавать свой облик. И мы привлекли дизайнеров одежды для этого. СССР предложили мне эту работу, потому что они хотели как сохранить традиции и эстетику мира тьмы, так и попытаться развить ее, покорить новые горизонты. Мой стиль очень первобытный, с готическими элементами. Мне нравится мрачная эстетика. Я заняла должность цифрового дизайнера одежды, работала с командой иллюстраторов, и мы создали разные линии одежды для разных кланов. Мне очень нравится этот мир. Этот джакет – наш самый первый совместный результат, основанный на уже готовой работе. Мы взяли его и поместили в мир тьмы. Персонажи этого мира могут такое носить. Мы могли воплотить мечты каждого в игре, дать возможность носить то, что мечтали бы носить в жизни. Кэролин Гангрелл. Люблю, когда непросто. Мне нравится, когда мне говорят, какая я классная. Ага. Всегда так было. С самого-самого раннего детства я всегда любила надевать какой-нибудь костюм. Когда я надеваю костюм, я как будто сама от себя дистанцируюсь. обожаю этот момент осознания, что я больше не Кэролин, а какой-то персонаж. Иногда чувствуется это особенно остро, как будто телеканал переключаешь. В Редвейме мне нравится играть стыдящегося монстра. Я не наслаждаюсь тем, что делаю, но девочки, знаете ли, надо питаться. В маскараде у меня так много возможностей, каким монстром я хочу быть. Все это дает мне возможность перебирать разные роли, даже тем, которые мне обычно не нравятся. Такой отыгрыш дает мне дешевую самотерапию, позволяя познать себя лучше. Ладушки. Ролевые игры долго и часто использовались как терапия. С 20-х или 30-х годов это начало помогать людям справиться с, например, разводом родителей. Как-то так. Есть множество видов терапии, которые выглядят как ролевая игра. И ты никогда не знаешь, в какой момент ролевой игры затронет какую-то душевную сторону в тебе. Неожиданно ты ловишь себя на мысли, что это тебе о чем-то напоминает. Если ты к такому не готов, это может напугать. неожиданно как неожиданно как ты неожиданно приятно. Что-то темное, личное, почти интимное. Это остается с тобой навсегда. Ева позволяла компании оставаться на плаву. CCP заработала деньги, чтобы начать создавать два новых проекта. Dust 514 в Шанхае. Мир тьмы в Атланте. Проблемы начались, когда Ева начала терять подписчиков. Мы видим траекторию, что количество подписчиков только падает, а не растет. И тут мы понимаем, что должны с этим что-то сделать. Так что, по сути, все команды были брошены в работу над Евой. На СССР было хорошо работать, но если ты продаешь бизнес кому-то, то он их и становится. Белый Волк стал частью другой компании. Его нужды стали второстепенными на фоне нужд СССР. Все ресурсы, что были нужны нам для игры, по миру тьмы, были переведены на другой проект. Новости о том, что сотрудников Белого Волка сокращают. Мы восприняли их, что дело плохо. После такого не оправиться. Ну да, еще несколько лет понадобилось, чтобы проект закрыли. Но к тому моменту фанаты уже просто не могли в это поверить. Было принято решение закрыть проект. Я принимал это решение. К моему решению прислушались, когда решали, что делать. Можно сказать, что я лично убил игру. Да уж. На мне лежал большой груз ответственности перед фанатами и лежит до сих пор. Мне было очень плохо из-за того, что столько сил люди вложили в этот проект, столько веры в него было. И все впустую. Мне было очень тяжело. В день, когда они отменили ММО, я думала, что это конец. Мир тьмы всячески помог гикам по всему миру понять и познать себя. Такого не бывало раньше. Это массовое культурное явление. Это открыло людям глаза на возможность выразить себя так, как никогда раньше. Вы знаете, чувство, когда выходишь из кинотеатра, ты чувствуешь себя кем-то другим. Мир тьмы как раз вызывает такое чувство. Чувство, что он особенный. Вы настоящим особенный. Когда к тебе кто-то подходит и говорит, «Я прочел вашу книгу, она изменила мою жизнь». Ты просто благодарен за это. Но эта книга изменила и наши жизни. Нас равна, немного осталось. Нас так, так мало. Но мы сильны. И мы умны. И когда мы вместе, мы та сила, с которой считаются. Мы надеемся обрести былую силу, возжечь ту страсть, что мы ощущали, создать новое поколение. Мир тьмы воспринимался людьми по-особенному. Он захватил воображение тысяч, миллионов людей. Не можете отстирать въевшиеся проблемы с доступом к JoyCasino? Вбивайте joycasino22.com и запускайте игровой режим. Большие выигрыши ждут вас! Эти люди могли бы не встретиться, если бы не играли в эту игру. Это же прекрасно! Сообщество сразу дает понять, какое оно классное. Ты чувствуешь с этими людьми настоящую связь? Ролевые игры изменили мою жизнь. Они дали мне ощущение понимания людей. Мы ведь за этим здесь. Она живет в нас. Живет — это жажда тьмы. Мир тьмы выходит наружу, другую, скрытую часть наших душ. Показывает, кто мы есть. В память о Стюарте Вике. Мир тьмы выходит наружу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...